Друзья, всем привет! Меня зовут Серёжа Бакарди, это канал Новая Охота, и сегодня мы вместе с вами будем менять внешний вид моей МР-155. Прекрасный аппарат, нареканий по работе вообще никаких нет, но вот камуфляж, который идёт с завода, он просто ужасный. Кто его придумал, в глаза об этом человеку посмотреть и передать ему пламенный привет. Но он не похож вообще ни на что, ни на лес, ни на камыш, и мы сегодня вместе с вами это исправим. Я приобрел комплект виниловой самоклеящейся плёнки специально под моё МР-155. Здесь всё разделено по кусочкам, ошибиться будет очень сложно. Здесь под приклад, это под цевьё, в общем, все кусочки интуитивно понятны и вот вырезаны в такой конкретной форме, ошибиться будет очень сложно, повторюсь. Для того, чтобы оклеить нашу МР-очку, понадобятся следующие инструменты. Ну, во-первых, отвертки для того, чтобы всё разобрать. Мы отделим приклад, отделим затыльник от приклада, в общем, всё это вы увидите по ходу видео. Понадобится или шило, или вот такая цыганская игла и зажигалка. Ей мы будем пропаивать мелкие дырочки, потому что я хочу сделать всё аккуратно. Это моя вещь, я хочу, чтобы это всё было не абы как обклеено, а эстетично. Понадобятся ножницы, канцелярский нож, понадобится малярная лента. Для того, чтобы потянуть в некоторых местах плёнку, понадобится фен. Подойдёт обычный домашний женский фен, который есть, наверное, в каждом доме. Профессиональный строительный инструмент не требуется. И понадобится вот такая чёрная матовая краска. Ну, любая, конечно, подойдёт. Я просто для примера показываю вам баллон, который я купил. Ей мы окрасим вот эту планку, потому что планку оклеить плёнкой будет очень сложно. И мы, в общем, заклеим часть ствола и баллончиком покрасим вот эту планочку, для того, чтобы она тоже не выбивалась у нас из общего контекста. В общем, сейчас видео пойдёт немного быстрее, будет играть приятная музыка. В это время вы можете поставить лайк, подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну, а мы приступаем. Приятного просмотра. Погнали! Прежде чем приступить к оклейке нашего ружья, давайте его полностью разберём. Удалите все детали, которые могут помешать вашему процессу. Удалите чок, снимите ремень, открутите антабки и сделайте полную разборку вашего оружия. Снимите цевьё, удалите ствол, уберите поршень. В общем, все-все-все детали, которые могут тем или иным образом вам помешать. Снимите УСМ и запомните обязательно, как вы всё это снимали, для того, чтобы потом не задавать себе вопросы, как это всё собрать обратно. Первое, что необходимо сделать, это обезжирить ствол, потому что по нашему проекту ствол мы будем красить чёрной матовой краской. Я использовал специальный обезжириватель, но вы можете обезжирить его чем угодно. Подойдут даже простые медицинские салфетки, которые продаются в каждой аптеке и стоят копейки. Для обезжиривания всего оружия вам понадобится 5-7 штук, стоят они по 5 рублей каждая. Оклеивайте ствол и переходите в то место, где вы ничего не напачкаете. Для оклеивания своего ствола я выбрал подъезд своего многоквартирного дома. Именно в подъезде я побрызгал аэрозолию свой ствол, и он приобрёл вот такой вот благородный чёрный матовый цвет. Оставьте его в тёплом месте подсохнуть минут 10-15. Ну что ж, самое время перейти к оклеиванию наших поверхностей. Убираем всё лишнее, что нам будет мешать. Вот так двинем в сторонку. И я хочу начать с одной из важнейших деталей, с оклейки цевья. Потому что ствольную коробку оклеивать сложнее, здесь много деталей. Здесь необходимо будет делать в плёнке прорезы. В общем, мы её оставим на потом. Приклад тоже имеет такую непростую форму. Здесь нужно будет тянуть плёнку, мы его оставим тоже на потом. Но ствол сложно оклеивать, потому что он круглый, узкий, и там тоже нужна точность. Ну а на цевье мы, так скажем, опробуем наши руки, и с того ли места они растут. Так много я сегодня об этом говорю. Как бы не накосячить, но если накосячить, вы всё это в любом случае увидите. Итак, переходим к оклейке нашего цевья. С него начнём. Убираем приклад, пружину, всё сюда, пока нам это не понадобится. Потом всё соберём. Первое, что необходимо сделать, это обезжирить оклеиваемую поверхность. Для обезжиривания я буду использовать вот такое средство Триал-М, раствор для обезжиривания. Очень удобно. Такой, знаете, турбо-антисептик, я бы его назвал. Спирт конкретный. И этим спиртом, и вот такой простой тряпочкой мы сейчас обезжирим вот это цевьё. Я набрызгаю антисептик на нашу тряпочку. И этой тряпочкой протру. Как мне и сказал, детали, у которых я заказал эту плёнку, обезжиривать. Детали оружия можно при помощи медицинских салфеток, которые стоят там по 5 рублей за штуку. И для обезжиривания всего ружья, ну, понадобится тоже их штук 5. В общем, в каждой аптеке продаются. И для тех, у кого нет такого обезжиривателя, как у меня, можете пользоваться простыми салфетками. Вот, высыхает прямо на глазах. Я даже знаю, чем он пахнет. Он пахнет аипсом, абсолютированным изопропиловым спиртом. Он прекрасно удаляет все жировые частицы с деталей и моментально сохнет. Супер. Вот, я думаю, этого и достаточно. Так, теперь берём плёнку, которую мы будем наносить на цевьё. Это вот эта часть. Я уже заранее посмотрел, какие кусочки откуда. И вымеряем наше расстояние. Сколько этой плёнки нам понадобится для того, чтобы отрезать лишнее. В общем, я отсюда уберу, наверное, пару сантиметров. Или не убирать. Наверное, уберу. Всё равно она будет лишняя заранее. Вдруг мне потом этот кусочек куда-то пригодится. Вот так мы его берём. Нам проще потом будет делать подгибы. Ага. Вот так. Этот кусочек у нас будет уже запасной. Обезжиренное цельё руками уже не трогаем. Берём плёнку. Удаляем защитную бумажную поверхность плёнки. Так. Всё, есть. Ногти работают. Таким образом мы всё это делаем. Положили её клейкой стороной наверх. И прямо, вот так скажем, центром целья прикладываем на нашу плёнку. Плёночку. Сейчас мы её растянем, чтобы складка у нас не попала. Всё. Вот таким образом мы её зафиксировали. И теперь необходимо будет её разгладить. Потому что здесь есть рельеф на целье. Для того, чтобы плёночка у нас хорошо села, мы сейчас будем использовать фен жены. Пока она не видит. Пока жены нет дома, можно попользоваться её феном не по назначению. Для того, чтобы плёночка лучше не висела. В общем, где можете, проглаживайте просто руками. А где не сможем, мы сейчас будем греть всё это феном. Всё это у нас чётко прилегает. Все вот эти складочки мы сейчас будем так оттягивать и заново приклеивать. Плёночка сядет, за это переживать не стоит. Если вдруг вы косо где-то приклеили, её можно чуть отклеить и заново наклеить. Главное, чтобы вот этих пузырей под плёнкой не оставалось. Для оклеивания также не стоит использовать никакие мыльные растворы. Просто на сухую клеем, прогреваем феном, плёнка прекрасно садится. Так, сейчас подключу фен и будем греть. Впереди меня ждала пугающая неизвестность. Потому что прямо здесь и сейчас на этом видео вместе с вами я клею впервые виниловую плёнку. И я вам скажу с точки зрения своего опыта, что использование профессиональных строительных фенов здесь даже не рекомендуется. Наоборот, использование бытовых фенов это круто, потому что вам необходимо прогревать плёнку максимально аккуратно и медленно. Нет ничего хуже, чем перегреть и перетянуть плёнку, потому что в таком случае у вас образуются складки. И эти складки убрать уже не получится. Они останутся навсегда в память о ваших косяках, которые вы напороли сами. Но греть плёнку и работать с ней достаточно легко. Вы это поймёте, когда только начнёте это делать. Удаляйте лишние кусочки плёнки, но при этом оставляйте зазором миллиметров 5, для того, чтобы её можно было подогнуть на тех деталях, которые допускают такие подгибы, где нет движущихся частей и других механизмов. Второй деталью, которую я рекомендую вам оклеить, является приклад. Его клеить достаточно легко, чуть-чуть сложнее, чем цевьё. Наклейте сначала плёнку на одну сторону вашего приклада, аккуратно её нагрейте, растяните, потяните там, где находится рукоять, дайте необходимый нахлёст плёнке, и вы поймёте, что приклад клеить достаточно легко и не намного сложнее, чем клеить цевьё. Затем наклейте вторую сторону и разгладьте её таким образом, чтобы у вас образовались перехлёсты на верхней и нижней части приклада. В будущем эти перехлёсты мы исключим подрезанием плёнки. Ровно по контуру верхнего гребня приклада и нижней его части необходимо пройти острым канцелярским ножом и удалить лишнюю плёнку. Всё дело сделано. Переходим к оклеиванию ствольной коробки. Для этого выбираем мелкую деталь, примеряем её, накладываем на центр нашей ствольной коробки и начинаем греть её с двух сторон. Вы поймёте, что это тоже достаточно легко. Единственное, что будет затруднять ваш процесс, это подрезание некоторых мест, где необходимо будет продеть отсекатель патрона. Дальше вам необходимо будет прорезать окно выброса гильзы. Необходимо будет установить на место скобу отсекателя. В общем, всё это достаточно просто. Для тех, кто делал полную разборку оружия, такой процесс не составит никакого труда. Возвращайте всё на место по мере оклеивания, аккуратно подрезайте плёнку. Для изготовления отверстий под штифты крепления USM я использовал ту самую цыганскую иглу и зажигалку. Я её грел и просто проплавлял аккуратненько дырочки. Также аккуратно прорезал отверстие под кнопку. Дальше самое интересное – оклеивание ствола. Само оклеивание достаточно простое. Несмотря на то, что ствол цилиндрический и он имеет не ровную плоскость, а конусную, самое сложное в этом процессе – это аккуратно подрезать плёнку по прицельной планке. Тут я напорол косяков достаточно, но меня они абсолютно не пугали. Я был доволен. Вот, друзья, закончил я оклейку своей MR-очки. Получилась вот такая вот свежая зимняя красота. Косяков хватает, но вы их не увидите, если будете смотреть на ружьё вот с такого расстояния. Если всматриваться близко, то я вам покажу, у меня от вас секретов нет. Вот здесь вот угол я не дотянул. Здесь виден косячок. Очень тяжело подрезать плёнку вот здесь вот по краю планки, поэтому здесь есть немножко вот такая волна неровности. Но это не критично. В общем, в целом результат меня очень устроил. Посмотрите, какая зимняя сказка у меня получилась. Надеюсь, вам этот проект понравился, потому что для меня это пилот. Я пробовал, и на весеннюю охоту для весны я уже приобрёл комплект плёнки от камыш. Мы ещё раз перед весенней охотой переклеим мою мэрочку и посмотрим, что у нас получится, когда у нас уже имеется опыт. Ну и скажу, что я всё сделал правильно. Самое простое, что можно оклеить на этом ружье, это цевьё. Клеится проще всего, поэтому если вы ни разу этого не делали, начинайте с цевья. Дальше тоже всё правильно. Или ствольная коробка, или приклад. Лучше приклад. Приклад оклеивать легче, чем ствольную коробку. Ствольную коробку необходимо аккуратно здесь по контуру вырезать, потому что отсюда будут выбрасываться гильзы. И здесь не должно быть никаких помех, и не должно быть внутри помех для движения механизмов ружья. Ствол оклеивать несложно, но, как я вам сказал, уже тяжело подрезать ровно здесь вот по краю. Я уже переделывать, конечно, ничего не буду. У меня ещё осталось немного плёнки. Теоретически можно было вот этим кусочком переклеить в переднюю часть ствола, но не надо. Главное, что ружьё теперь такое красивое, каким я его себе и представлял. И впереди у нас охота, охота на зайца, но об этом в следующем фильме. Спасибо, что смотрели. Меня зовут Серёжа Бакарди, это канал Новая Охота. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok